Алло, алло, здравствуйте, Владимир Андреевич, могу услышать? Да, 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 я слушаю вас. Владимир Андреевич, по поводу задолженности, вашего звания, Денил Григорьевич, у меня зовут первое коллекторское бюро. Как, Денил Григорьевич? Да. Да. Денил? Имя такое? Раньше имя такое. Денил. Я знаю, Даниил есть. А есть Дениил. А, Дениил. Ага, так давайте, Дениил Григорьевич. В Восточном банке раньше вы кредит брали, помните? Да, давно брал, помню, конечно. Ага. Помните, да? Да. А почему кредит свои не закрыли? А почему это так вас интересует? А потому что долг у нас находится в работе. Можно чуть-чуть погромче? Конечно, последний. Можно чуть-чуть погромче микрофон в рот? На несколько последних дней долг находится в работе. Ага, всего последних несколько, да? Хорошо. Да. Так. И что? Что с этим долгом не так? А вы его не оплатили? Вы об этом не знаете, да? Ну, я знал, что я не оплатил. Просто как-то мне странно, что до вас дошла эта секретная информация. Она не секретная уже никому. Уже не секретная, да? Да. Блин. Банк разгласил, да, все-таки? Так. Владимир Андреевич, у меня нет времени на ваши вот эти шутки. Меня слушайте очень внимательно. А вы куда торопитесь? У вас нет времени. Куда торопитесь? Вас девушка ждет? Или... Ваш юноша, юноша вас... У меня работа ждет. Да работа не волк подождет, Данияр. Меня слушайте, пожалуйста. Да, да, да. Во-первых, сейчас от Центрального банка поступило требование на закрытие долгов в обязательном порядке. Всем коллекторским агентством, банком, микроорганизациям. Если долг не закрыт и на просрочке он находится менее года, то это административно. Наручение передачи дела в суд, взыскание через судебных крестовов. Если долг находится на просрочке более года, например, как у вас, 1068 дней, то он обязан быть закрыт. Передача заявления в прокуратуру по 160-й статье Уголовного кодекса при сравнении чужой собственности в виде денежных средств, которая раньше не рассматривалась. Связано это с кризисом, который сейчас у нас в стране. Так как вы его более усугубляете. Не именно вы лично, а в основном все должники. Соответственно, сейчас, если вы добровольно не закрываете за закрытие реестра долг, то мы передаем дело в суд. То есть банки тоже кушать хотят, да? Отвечайте полностью по закону. Смеяться вы будете потом. После суда. Отвечайте 5 лет лишения свободы будет 100% после сезона. Да, именно после суда. Никакого мирового решения по долгам более года на просрочке, которые находятся, не будет. Угу. А это самое... Дурьма, расскажи, в какой суд будете подавать? Так, Владимир Андреевич, если вам хочется посмеяться, вы сейчас не с кем человеком... Вы слышите, что я смеюсь? Вы, во-первых, имя, отчество мое перепутали. Да его хрен запомнить. Давайте... Бэйри может. Это ваша проблема. Мне абсолютно безразлично, как вы будете погашать свой долг. Добровольно либо принудительно. В ближайшее время к вам будет сформирован выезд. С вами уже общая организация не два. А кто приедет? Геи приедут? Геи приедут или что? Шутить, шутить вы будете. Друзья твои геи? Я еще раз говорю. Шутить вы будете где-нибудь там, в отдаленных местах, где будете находиться потом. Если вы не готовы разговаривать, пожалуйста. С твоими друзьями геями? Ну только. Я с ними пошучу, пошучу с друзьями геями. Привет им передавай. Дурьмар, обязательно. Смысл звонка. Расскажи. Я вас услышал. Смысл звонка. В чем? Я вам предоставил последний шанс, чтобы вы решили свою проблему. Не хотите это ваши проблемы. Смысл? Я тебе даю последний шанс объяснить. Смысл звонка. Дурьмар. Смысл в том, что Владимир Андреевич, вы заигрались чересчур. Во что? В шашке? Не знаю, во что вы там заигрались. Или в покер. Ну, я не знаю во что вы заигрались. Смысл звонка. Так. Будут прекращены буквально через несколько дней. Прям на корню, да? Прекратите. Прекратите. Да хоть на дереве. На дереве. Вы любите на дереве с друзьями геями или что? К чему эти разговоры неконструктивные? Вот звоните и глубоко порядочных людей, глубоко порядочных людей отвлекайте от дела очень важного, очень важного дела. Ну да. Адрес вы продиктуете. Вот вы сейчас там разговорились, себя поверили. Себя поверили? Да. А вы хотите подъехать с друзьями геями и наказать меня? Да. К вашей бабушке, например. К нашей бабушке? Которая курит трубку? Да. Трубку курит бабушка моя. Да. Приезжай, Дуримар. Да. Владимир Андреевич, ну так что, где вы находитесь? Приезжай, 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 приезжай. Да куда приезжайте, вы же открываетесь, может быть. Я открываюсь? Ни один петух не приезжал, Дуримар. По вахтам. Я уже приехал. Это давно было на вахте, я был. Сколько? Месяц. Давно было. Вы постоянно открываетесь. Мужчина тебя видит. Приезжай. И друзей петухов не живут. А кто живет в Поддержинского? Ну кто там, видимо, живет. Я не знаю. Ты спросил, где я нахожусь, где я проживаю? Я тебе ответил. В ближайшее время поедете в Москву, повестка ваша. А ты билеты мне купишь, Дуримар? А вы поедете за свой счет. За свой счет? За свой счет? Ну ты насмешил, петушок. Смеяться будет. Блять.